Мне рассказывали, в некоторых популярных книгах говорится, люди видят ангелов, туннель. Если вы обладаете определенным мастерством, вы можете выпрыгнуть и запрыгнуть обратно без особых усилий. Вы можете немного отставить это тело в сторону, если захотите. Вы можете воспринять очень многое прямо здесь. Я бы хотел услышать, что вы думаете по поводу околожизненного опыта. Многие люди рассказывают, как во время операции они смогли выйти из тела и посмотреть, что происходит вокруг, что делает врач, услышать разговоры. Я подумал, действительно ли люди умирают в это время, или же они достигают мокши или рая, и потом возвращаются обратно. Вы имеете в виду околосмертный опыт. Вы сказали околожизненный опыт, поэтому я уточняю. Я увидел вас, и на ум пришло слово «жизнь». Но да, околосмертный опыт. Я думаю, может быть, вы путаете две разные вещи. Бывают люди, которые под наркозом приходят в сознание. Давайте в рамках этой беседы предположим, что в какой-то момент наркоз перестал действовать, и эти люди стали ощущать, что происходит вокруг. Верно. Существует и околосмертный опыт, когда, если можно так сказать, кто-то собирается умереть. Мы очень часто слышали о таком, читали рассказы. Например, в книге доктора Санджая Гупты говорится о подобных случаях, как об обмане смерти. У людей возникает переживание, они видят свет, или я просто хочу провести различия, потому что это два разных случая. Прошу прощения. Да, внетелесный опыт. Иногда, когда мы даем пациентам определенные препараты, потом они сообщают о внетелесном опыте. В любом случае, когда мы говорим о смерти, определение смерти на одном уровне — это утрата тела. Вот что такое смерть. Давайте не будем углубляться в другие сферы, это заведет вас в очень туманные области. Что касается околосмертного опыта, что называют медитацией? У нас есть определенный вид медитации, который называется шунья. Шунья буквально переводится как «пустота». Это не совсем верный перевод, но просто нет более подходящего слова. Это пустота или небытие. Если вы погрузитесь в медитацию шунья, это не будет околосмертным опытом. Вообще-то это будет настоящей смертью, но осознанной. Предположим, вы едете на велосипеде. Вы новичок, с трудом сохраняете равновесие, поэтому вы будете ехать вот так. Какой-то другой ребенок отпускает руки, насвистывает, смотрит по сторонам, делает всевозможные вещи, встает на руль, крутится, прыгает и так далее. Почему? Это определенное мастерство. Определенный баланс и мастерство. Тогда вы можете спрыгнуть с велосипеда и потом запрыгнуть обратно. Точно так же и с вашим телом. Если вы обладаете определенным мастерством, вы можете выпрыгивать и запрыгивать обратно без особых усилий. Сейчас это происходит случайно, под воздействием каких-то препаратов. Многие люди в 60-е, 70-е, во время ЛСД. Было очень много людей, которые говорили о таких вещах. Ваше время, сэр. Было ваше время. Метафорически. Многие люди рассказывали об этом. И это действительно произошло с ними. Не то, чтобы они это выдумали. Это действительно происходило со многими из них. Но это так же случалось и из-за галлюцинации. Так что никто не может знать наверняка. Нет возможности точно сказать, произошло это с ними на самом деле или нет. Но я встречал много людей тех времен, которые по-настоящему пережили этот опыт, из-за чего их жизнь изменилась, причем по-разному. Безумным образом внезапно все в них изменилось. Просто потому, что они откуда-то узнали, что могут немного отставить это тело в сторону, если захотят. Тело не является чем-то постоянным. Одно только это небольшое сознание изменило их восприятие жизни, их поведение и поступки. Что касается внетелесного опыта, я никогда не интересовался ничем подобным, но некоторые люди рассказывали мне. В некоторых популярных книгах говорится, что люди видят ангелов, туннель. Вы должны понять одну вещь. Когда кто-то ложится на операционный стол, врачи могут быть уверены. Но пациент всегда боится, что может умереть. Да? Врачи могут быть уверены. Им известна ситуация, они знают, что делают. В 99% случаев они уверены в том, что делают. Но пациент, закрыв глаза и передав кому-то свою жизнь, всегда боится. Поэтому каждая мелочь кажется ему смертью. Это случается с людьми. Если вы приставляете пистолет к чьей-то голове и просто стреляете и промахиваетесь, или это холостой выстрел, а человек почти умер, околосмертный опыт, человек на некоторое время отключается, а потом возвращается обратно. Он действительно думает, что ушел, а потом вернулся. И он, конечно, видел происходящее сверху. Это все из-за голливудских фильмов. Так что человеческий ум способен создавать множество измерений опыта. Не нужно истолковывать это как смерть. Это жизнь. У меня скоро выходит книга «Смерть». История изнутри. Я работаю над ней уже 6,5 лет, но все еще не закончил. Надеюсь, в ближайший год я ее выпущу. Я говорю это потому, что в действительности не существует такой вещи, как смерть. Есть жизнь, жизнь и только жизнь, переходящая из одного измерения в другое, из другого в третье. Если я теряю одно измерение, это только выглядит как смерть. Сейчас медицинским фактом является то, что примерно каждые 2 недели вы теряете 7 килограммов своего тела, и появляется что-то новое. За одну-две недели. В зависимости от вашего веса вы можете подсчитать, за сколько недель вы потеряете себя полностью. Все, что есть в вашем организме, постоянно уходит и постоянно приходит что-то новое. Но вы не переживаете, это как смерть. Каждый прием пищи, и каждый раз, когда вы опражняете кишечник, вы должны считать это околосмертным опытом. Но вы так не делаете. Но тут люди получают какое-то переживание, потому что в вашем опыте есть некоторая разобщенность, во многом из-за воздействия анестетика. Отключение различных функций, к которым вы привыкли, внезапно заставляет вас почувствовать, будто вы мертвой. Никто не умер. Это просто совершенно неправильное восприятие. В каждый момент вашей жизни, если вы этого захотите, если вы не запутаетесь в ситуациях, собственных мыслях и эмоциях, вы сможете воспринять очень многое прямо здесь. Сидя здесь, вы сможете посмотреть на свою жизнь оттуда. Это не околосмертное переживание. Это жизнь. Но, как я уже говорил, утрата некоторых способностей, к сожалению, идет на пользу многим людям. В этом нет ничего хорошего. Однажды один человек встретил своего близкого друга, которого он очень хорошо знал, с которым они вместе учились в университете, после 25-летнего перерыва. Он пригласил его на ужин, тот согласился. Это был индийский дом. Жена подавала еду, эти двое мужчин ели. И каждый раз, когда он хотел попросить что-то у своей жены, он говорил, «Моя милая, мой пирожочек, моя птичка», «Бу-бу-бу», «Моя ку-ку-ку», «Моя буль-буль» и прочее. Если вы тамилец, моё золото. Всё такое. После ужина, когда друг уходил, он сказал, «Просто невероятно. Я женат уже 15 лет, и мы с женой просто видеть друг друга не можем. А ты осыпаешь свою жену такими ласковыми словами. Это фантастика». Он ответил, «О чём ты? Ты назвал её птичкой, золотцем, разными приятными словами. Да я просто забыл её имя ещё 7 лет назад». Потеря способностей, к сожалению, очень хорошо действует на многих людей, потому что они страдают от своих способностей. К сожалению, мы страдаем от величайших способностей, которые пришли к нам спустя миллионы лет эволюции, потому что мы не прочитали руководство пользователя. АПЛОДИОМ 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 Продолжение следует...